В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги познакомим вас с самыми основными событиями этого дня. Степень готовности объектов ЖКХ Ненинского округа к зиме составляет 99%. Подготовка к отопительному сезону практически завершена. Об этом было объявлено в ходе заседания по подготовке к осенне-зимнему периоду. Сложно ли открыть свое дело? Этим вопросом сегодня задается все большее количество россиян. В нашем эфире материал о том, реально ли в условиях Крайнего Севера и имея небольшой стартовый капитал, стать успешным предпринимателем. В мусорном контейнере в одном из районов окружной столицы были найдены живые щенки. И такие находки в Наринмаре далеко не редкость. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В России стартует осенняя призывная кампания. Итоги призыва на военную службу в 2018 году на территории Ненинского округа и задачи осенней призывной кампании 2019 года обсудили сегодня на организационном совещании в окружной администрации под председательством заместителя губернатора Ненинского округа Юрия Бездудного. В ходе совещания руководитель военного комиссариата Ненинского округа Игорь Ибраев доложил об итогах призыва на военную службу в 2018 году, отметив, что план по призыву новобранцев был выполнен на 100%. Ненинский военкомат занял третье место по итогам призывной кампании среди военкоматов Архангельской области. Подведя ее итоги, в регионе была отмечена профессиональная работа врачей медицинской призывной комиссии. Призывная кампания 2019 года стартует прямо сейчас в соответствии с указом президента России, приказом министра обороны и распоряжением губернатора Ненинского округа. У нас на воинском учете в военном комиссариате состоит более 350 граждан, которых мы будем вызывать на призывную комиссию. Из них, конечно же, кто-то будет призван, а это где-то в пределах более 110 человек. В основном ребята, конечно, получат отсрочки по учебе, по состоянию здоровья. Кто-то, может быть, призван ограниченным, годен или не годен к военной службе. Призыву подлежат молодые люди 1992-2001 годов рождения. План по призыву на уровне прошлого года. Уже в ноябре призывники пройдут соответствующее медицинское освидетельствование. Степень готовности объектов ЖКХ Ненинского округа к зиме составляет 99%. Подготовка к отопительному сезону практически завершена. Об этом было объявлено в ходе заседания по подготовке к осенне-зимнему периоду. Между тем, объем освоения выделенных из бюджета Ненинского округа средств на подготовку к осенне-зимнему периоду, по словам представителя профильного департамента Александра Чинарова, крайне низкий. По городу он составляет 41%, по Заполярному району – 0%. В полном объеме средства освоены только Ненинской коммунальной компанией. Спасибо вам. Предлагаю активизироваться. У нас крайне много проблемных вопросов, которые нам необходимо закрыть. Времени до 31 декабря еще много. Поэтому прошу сконцентрироваться. И здесь суть не в освоении средств, а в снятии наболевших вопросов. Как отметил мэр Наринмара Олег Белак, освоение средств идет по плану. Муниципалитет приоритетной своей задачей видит обеспечение функциональности и безопасности работы всей системы ЖКХ, работающей в рамках осенне-зимнего периода. Что касается функционального состояния и непосредственно обеспечения жизнедеятельности, то таковых угроз у нас нет и не приведется к любым аварийным, либо к нештатным ситуациям предприятия и муниципалитет готов. Без проблем проходит подготовка к осенне-зимнему периоду и в Заполярном районе. На сегодняшний день паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период получили все потребители тепловой энергии. Поэтому нулевое освоение средств, отметил глава районной администрации Олег Холодов, носит лишь организационный характер. Согласно срокам выдачи паспортов готовности, потребители тепловой энергии должны получить необходимые разрешительные документы не позднее 15 сентября. Теплоснабжающие и теплосетевые организации не позднее 1 ноября. В региональном парламенте состоялось заседание прецессионного комитета, на котором была утверждена повестка 17-й очередной сессии окружного собрания депутатов. Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергей Свиридов представил сразу несколько законопроектов. Во втором окончательном чтении будут рассмотрены поправки в окружной закон о квоте для приема на работу инвалидов на территории Ненецкого округа, о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, и о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого округа. Речь идет о создании нового механизма трудоустройства инвалидов, а также расширении категорий граждан, которые получают компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт. Появилась возможность права закона межсубъекта устанавливать льготу для инвалидов первой или второй группы. Необходимо отметить, что законом округа в окружном бюджете на 19-й год, плановый 20-21, на мероприятие компенсации отдельных граждан, оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предусмотрены бюджетные сигнования в достаточном количестве, и как ранее мы говорили о потребности дополнительных средствах, мы при подготовке проекта закона ко второму члену еще раз провели соответствующие расчеты, и считаем, что дополнительных расходов не потребуется. Еще один законопроект касается перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Ненецкого округа. Планируется отложить на один год передачу полномочий городского округа в сфере дорожной деятельности на окружной уровень. Всего на предстоящей сессии депутаты рассмотрят шесть вопросов. Прямую трансляцию сессии собраний депутатов Ненецкого округа 28-го созыва можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента, на телеканале «Север» и на официальном сайте Ненецкой телерадиокомпании в режиме онлайн 24 октября в 10 часов утра. На следующей неделе 30 октября в 16 часов в актовом зале администрации Ненецкого округа пройдут публичные слушания по проекту окружного бюджета на 2020 год и на плановый период. Проект бюджета будет опубликован в газете Нарьяна Виндера. Также документ будет размещен на официальных сайтах администрации Ненецкого округа и регионального парламента. Замечания и предложения по проекту окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов можно направить в Комитет собраний депутатов НАУ до 28 октября текущего года включительно в письменной форме по адресу город Наринмар, улица Смедовича, дом 20, кабинет 60, а также в форме электронного документа по адресу парламент собака sdnau.ru или через официальный сайт собраний депутатов sdnau.ru. Все замечания и предложения по вопросу публичных слушаний должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведения об адресе, а замечания и предложения юридических лиц должны содержать полное наименование юридического лица и его местонахождение. Можно ли открыть свое дело? Этим вопросом сегодня задается все большее количество россиян. Оно и неудивительно, ведь статус бизнесмена весьма престижен. При этом появляется возможность заниматься тем, что тебе по душе. Наш следующий материал о том, реально ли в условиях Крайнего Севера, имея небольшой стартовый капитал, стать успешным предпринимателем. И о тех, кто в этом может помочь. Именно так выглядит полная уборка жилого помещения. Очистка радиаторов с помощью парогенератора, влажная уборка стен, мытье стекол, кафеля и бытовой техники. До недавнего времени в окружной столице не было компаний с таким широким ассортиментом клининговых услуг. Отсутствие в Нарьинмаре конкуренции сподвигло Сергея Широкова открыть собственное дело в этой сфере. Была идея, хотелось понять, как делают это нормальный клининг компании. Я нашел компанию «Эксперт клининг» и списался с основателем компании, съездил к ним на обучение и посмотрел все нюансы, тонкости клининга. Большой клининг компании и начал этот опыт использовать здесь. Закупив оборудование, молодой бизнесмен оформил необходимые документы и влился в ряды предпринимателей. Теперь Сергей начал задумываться о расширении. За помощью обратился в Центр развития бизнеса. Здесь первым делом проконсультировался со специалистами отдела поддержки предпринимательства. Кстати, Центр развития бизнеса сегодня выступает в качестве единой площадки для предпринимателей, на которой собрана вся инфраструктура для поддержки бизнесменов. Здесь работает принцип одного окна. То есть, обратившись сюда, можно получить первичную консультацию по открытию своего дела, оформить все необходимые документы и даже обратиться к уполномоченному по правам предпринимателей. Через Центр поддержки предпринимательства только в этом году прошло 400 субъектов предпринимательства, именно уникальных. То есть, с самих услуг было оказано больше полутора тысяч, а непосредственно участников и получивших поддержку порядка 400. Здесь же могут помочь с регистрацией ИП или юридического лица. На базе Центра функционирует офис МФЦ под названием «Мой бизнес», где оказывают более 100 услуг. На протяжении уже полутора лет в Центре оказания услуг для бизнеса предприниматели и юридические лица успешно получают различные услуги для бизнеса, такие как регистрация в качестве ИП, регистрация юридического лица, открытие расчетного счета в банке, направление заявок на кредит в банке. Также в Центре оказываются услуги Росреестра, налоговые службы. Всего в структуру Центра развития бизнеса входит несколько отделов. Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития и даже Центр поддержки экспорта. Мы будем рады помочь предпринимателям, которые собираются только начать экспортную деятельность или уже в процессе проведения экспортного проекта, для того, чтобы помочь им сократить их расходы в этой деятельности или просто проконсультировать на различных этапах. Что же касается финансовой поддержки начинающих и действующих предпринимателей, ее оказывают в региональном департаменте финансов и экономики. Здесь в рамках реализации национального проекта развития малого и среднего предпринимательства реализуются сразу несколько видов поддержки. У нас реализуется на территории округа национальный проект по развитию МСП, и в том числе в рамках проекта в этом году введены две новые меры поддержки в виде субсидий. Первое – это аренда для социальных предпринимателей, и второе – это субсидия на энергоэффективность. Кстати, сейчас ведется работа по формированию пакета предложений по разработке новых и эффективных мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующее поручение было дано главой региона Александром Цибульским. Предложения и идеи в профильном департаменте отрабатываются совместно с бизнес-сообществом. Алина Волчейская, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич и Леонид Шишилов. Телеканал «Север». Поводом для следующего сюжета послужило обращение зооволонтеров в средства массовой информации в связи с очередным выпиющим случаем. В мусорном контейнере найдены живые щенки. И такие находки в Наринмаре далеко не редкость. Эта маленькая собачка – одна из пятерых щенят, обнаруженных зооволонтерами в мусорном контейнере. Вечером Катерине сообщили, что из мусорника слышен писк то ли котят, то ли щенков. В пластиковом пакете оказались живые щенки. Почти всех братьев и сестер этой малышки удалось раздать в добрые руки. Только один щенок умер. Выжившим малышам нужен постоянный уход. Эту девочку приходится кормить каждые два часа – и днем, и ночью. А еще делать массаж живота и просто согревать теплом. Поэтому Катерине приходится брать ее с собой даже на работу. В этом году очень много. И котята, и щенки были в этом году. И получается, люди совсем не хотят стерилизовать. И мы пишем в группе очень бездомных животных много о стерилизации. И много пропагандируем, что нужно стерилизовать. Но нам хамят, грубят, говорят, что люди знают, что они делают. Участники группы в социальных сетях, в которой состоят за волонтеры, помогают стерилизовать бездомных животных, которых люди забирают из частного приюта или передержки. У нас, получается, с льготной стерилизацией не очень-то люди идут на эту стерилизацию. Им как бы все элементарно – прийти сюда, в мыльную оперу, взять талончик на стерилизацию. Мы подписываем его в четыре лапки. И человек идет, он договаривается о времени. Там Анастасия Николаевна, она делает стерилизацию. И нужно послать фотографию, да, что животного, которого сделали. И мы оплачиваем, как бы, получается, часть. Льготную стерилизацию абсолютно бесплатную предлагают и тем хозяевам, кто взял животное из пункта временного содержания, который работает при станции по борьбе с болезнями животных. Что мы подразумеваем под стерилизацией и кастрацией? Мы, например, конкретно мы удаляем полностью и матку, и яичники. То есть у животного прекращается течка, она не приходит в охоту. Соответственно, животные, которые во время охоты могут, например, проявить агрессию, или у них появляется псевдолактация, и начинается мечение различных предметов или в квартире. То есть мы вот этим образом все исключаем. А самое главное, такая процедура помогает хозяевам избежать ненужного потомства от любимого животного. Но, как ни странно, убедить владельца в необходимости стерилизации животного бывает крайне трудно. В качестве контраргументов собаководы и любители кошек приводят тысячу и одну причину. Им проще выбросить щенят и котят в мусорный контейнер. Недавно привезли пакетик замерзших уже новорожденных щенков от МЧС. То есть там уже, в принципе, выходить уже смысла их не было. То есть у нас и кормящей мамы не было, и, собственно говоря, щенки уже были все полузамерзшие. То есть это вообще какое-то кощунство. Так неправильно. Лучше один раз потратиться. В районе 3,5-5 тысяч стоит операция на собаку. И в районе тоже 3 тысяч стоит операция, чтобы сделать стерилизацию кошки. Пункт временного содержания – частный приют, переполненный бездомными животными. Например, вот эти собачки уже 4 месяца ждут своих добрых хозяев. Но желающих нет. В принципе, за жестокое обращение с животными существует уголовная ответственность по статье 245 Уголовного кодекса. Но применить ее на практике крайне трудно. Можно привлечь нерадивых хозяев к административной ответственности. Как в Нинецком автономном округе данную ситуацию решают? Значит, привлекают виновных, совершивших жестокое обращение с животными, к административной ответственности по статье 10.6. Это нарушение эпидемиологических и ветеринарных норм. И направляют в инспекцию по ветеринарному надзору, НАУ, для привлечения к административной ответственности. Административная ответственность от 500 до 1000 рублей для физических лиц. С января 2020 года в России должен вступить в силу закон об ответственном обращении с животными. В нем четко прописаны аспекты, по которым в том числе и нерадивого хозяина можно привлечь к ответственности. И вот как раз случай, о котором вы речь ведете, он попадает под вид жестокого обращения. Там прямо сказано в статье 11 о том, что необходимо нести ответственность за принадлежащих животных до определения их судьбы дальнейшей. То есть, либо помещение в приют, либо передача другому собственнику. И все-таки стоит оставаться людьми милосердными и гуманными. Самый простой и доступный способ, чтобы остановить этот нескончаемый поток никому не нужных, умирающих от мороза и голода животных – стерилизация. В поселке Красное прошла военно-патриотическая игра для школьников и студентов «Юный защитник». Помощь в организации спортивного мероприятия педагогам Красновской средней школы оказали военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии совместно с представителями Северо-Двинской общественной организации «Казаки Арктики». Главная цель игры «Юный защитник» – приобщить подрастающее поколение к здоровому образу жизни и подготовить ребят к службе в армии. Игра проводится восьмой год подряд. А все соревнования военной направленности проводятся с 14 лет. Поэтому мы придумали свою игру, на которую мы приглашаем всех жигающих, воспитанников военно-патриотических клубов нашего Нениско-автономного округа, учащихся, студентов учебных заведений Нениско-автономного округа. И у нас насчитывается 7-8 команд. Вот в этом году к нам добрались 6 команд. И также второй год подряд параллельно с игрой «Юный защитник» мы проводим соревнования по стрельбе из пневматической винтовки памяти Литкова Игоря Николаевича. Офицеры, прапорщики и сержанты войск Национальной гвардии Российской Федерации выступили в роли инструкторов и членов жюри на тематических станциях по медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, скоростному снаряжению магазинов учебными патронами, разборке и сборке автомата Калашникова. Одним из самых трудных и зрелищных этапов игры для каждой из команд стал марш-бросок с массогабаритными макетами оружия через заснеженную полосу препятствий с остановками для метания учебных гранат. Помимо этого юноши и девушки соревновались в решении теоретических тестов и выполнении подтягиваний на перекладине и комплекса силовых упражнений. По итогам соревнований «Золотой кубок игры» «Юный защитник-8» вручили команде военно-патриотического клуба «Поиск». Серебряным кубком наградили их младших товарищей из команды «Поиск-2». Бронзового кубка удостоилась команда «Пересвет» из Ненецкой средней школы имени Антона Пырерки. Без наград в личном зачете, медали и памятных значков не ушел ни один из участников соревнований. И к этому часу пока все. Далее смотрите прогноз погоды.